Успех развития промышленного парка во многом зависит от личного вклада главы района, который по-хозяйски, вне зависимости от того, это частный инвестиционный парк промышленный или же это с привлечением бюджетных средств, где глава контролирует его и на этапе создания, на этапе привлечения резидентов, на этапе строительства, подключения к сетям, и имеют они четкий количественный результат. Мы сегодня его посмотрим в трех муниципальных районах. В связи с этим, Руслан Магалевич, было предложение, когда мы будем рассматривать сейчас промышленные парки, рассматривать главы муниципальных районов работы по всем действующим промышленным площадкам вне зависимости от наличия бюджетного финансирования. И, Руслан Магалевич, я хотел бы остановиться на одном, что за последние годы организации, оказываемые услуги в промышленных парках, довольно сильно эволюционировали. Если раньше это были только подготовленные площади, то сейчас на территории успешных промышленных парков оказывается весь спектр услуг. Это коммунальные, конституционные, бухгалтерские, юридические и прочее. Нам надо задействовать всю нашу инфраструктуру, которая привлекла бы сюда инвесторов. И самое главное, инвесторов не надо на улице или за границей искать. У нас в каждом районе есть талантливые люди, их надо поддержать, выходцы из этих районов, чтобы какие-то бизнесы начинали. Вот надо, в первую очередь, работать с тем бизнесом, который есть на нашей территории, и искать дальше. У нас у самих предприимчивых людей достаточно много. Продолжение следует... Продолжение следует...